здравствуйте друзья на ваших экранах светлый образ маши из когда-то сан-диего потом кремниевой долины потом опять сан-диего а сейчас вы в флориде мисто тампа машинка давайте так значит я вспомню чего-то чего чего помню а вы тогда продолжите значит помню что за неделю там за три дня до пандемии вы учились у нас на кампусе и вас отправили на практику в какую-то компанию где вы три дня значит до пандемии там развлекались а после этого как всех перевели онлайн то вас тоже отправили заканчивать практику онлайн вы уехали в сан-диего поскольку тут как бы не было смысла оставаться потом они вас взяли на работу эта компания так было не совсем на похоже не дайте вы рассказали так мы расстались с вами когда началась пандемия и вы и вас перевели вашу практику перевели из живой в онлайн его чего было дальше значит у меня не было практики у меня была практика совмещенная сразу с работой так это тоже практика считается но уже серьезная на нормальные деньги не на 15 долларов сейчас ну почти нормальная но не 15 долларов в час хорошо это был интерншип период а мой первый рабочий день был первый официальный день пандемии в калифорнии да то есть я когда пришла в офис пришла девушка и мне выдали компьютер эта девушка читала мне лекцию чтобы меня вести в курс дела и все больше я не видел а потом я через неделю уехала обратно в сан-диего потому что мы думали что мы будем по домам две недели я готовилась вернуться обратно но надеялась что я не вернусь я не вернулась это все затянулось как мы все знаем вот я проработала в этой компании три месяца как интерн а потом меня взяли на фулл-тайм не стали то есть наша первая работа она как бы вот и вышла значит удаленная да так хорошо то есть вы такая солдатка можно сказать то есть нам муж ушел на войну а вы его ждете дочь дома так у вас работа ушла в онлайн а вы ее ждете дома хорошо да мне очень повезло это было очень хорошее время потому что все компании стали закрывать извините пожалуйста что я говорю нет слова по-английски я просто не правда как говорите как есть они установили весь наем и поэтому у меня уже была работа я была так счастлива вот и клауд секьюрити было было очень интересно очень трудно и интересно вот я работала манилки разработчику манилки и спустя год я поменяла компанию то есть сейчас я уже в новой компании уже тест automation инженер тоже кстати с курсов я пошла на курсы я взяла два параллельных курсов по пайтону у вас и по джаве у славы по пайтону маринин курс который там была возможность быть нанятым в дисней вот я после этих курсов попала в дисней сейчас то есть марина сама работает в дисней и но это не был курс по пайтону курс по автоматизации спать это был да я просто да это два курса по автоматизации просто один был на пайтон и другой был на джаве вот я параллельно давайте выполняла и параллельно еще пыталась на своей работе тоже перейти в автоматизацию но там у меня не получилось но вам какие билеты какие там льготные дают на дисней или так пока рано я пока на тестовом период а марина вам не сказала что ты далеко от нас находишься там уехала у нас все работают вообще со всего мира даже есть люди из белоруссии прямо живьем там сидят да да я видела на наших ребят с днем рождения поздравления минске земляки то есть вы что же из минска да 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 хорошо ладно так давно вы автоматизируете вот один месяц получается вот я еще не начала писать но вот 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 там нужно построить мне дали отдельный проект я там будет автоматизатор и должна построить вы под мариной работе она вами руководит да очень много менеджеров ну хорошо то есть у марина есть чего поучиться безусловно она у меня боже я даже не могу сказать когда же она у меня училась то давно уже время спрессовывается знаете ладно значит то есть вы довольны жизни в целом да а чего вы в тампу поехали вот многие люди говорят что сан-диего это вообще рай на земле и прямо такой прям натурально парадайз а вы бах и куда-то вот в такую местность ну как сказать это небольшой город по сравнению сан-диего и там нет может быть столько развлечений такого даунтауна и как-то вот как там вообще наоборот он больше там больше и даже два даунтауна даунтауна сама тампо даунтауна и санкт-петербург а сколько народу там живет я не знаю но это два бизнес-бизнес-центра работа очень говорят кто-то даже искал работу мои знакомых и говорили что в санкт-петербурге даже еще больше работы на киеве чем в тампе вакансии как интересно я никогда не внимание на санкт-петербург а я я видел что в тампе вообще тампо хороший рынок шикарный то есть и растущий еще пару лет назад тампо было пол пятым растущим рынком по стране это был не рынок какие это было строительство домов живых до до сих пор там строится там целый район выстраивается жилой почем почем вот так приличном месте почем домик стоит видите домик не знаю я смотрю точки зрения съема жилья так вот я живу в 15 минутах 12 на машине вообще от океана но я далековато от там где-то 40 минут то есть я на таком полуострове то есть вы как бы в пляжном месте таком да это работа и еду на пляж вечером но вы там как-то я извиняюсь прям в воду входите или так конечно здесь очень тепло кстати по сравнению с сан-диего здесь вода я была здесь зимой здесь зимой температура воды здесь мексиканский залив такой такая же как температура воды сан-диего но в самое горячее время в августе ну так у вас же вода не проточная как это мне нет же как-то не гольфстрим там что там течет вдоль побережья то конечно там холодное течение нет 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 но очень тепло сейчас рыбалка есть там люди рыбачить конечно я прямо из берега вижу как там много-много рыбы а дельфины приплывают прямо к берегу здесь просто невероятная природа хорошо извините я даже сейчас сначала скучала по сан-диего правда потому что сан-диего есть много холмов и пляжи все разные они обрелистые прямые широкие узкие просто каждый пляж уникальный это очень красиво там очень красивые волны и много каньонов а здесь все плоско население вот в тампе такое более молодежная чем например там в сан-диего то есть есть такой же сплошной молодняк там по санкт-петербург очень молодежные очень я даже хотела сначала поселиться в этих городах в доунтаунах потому что очень конечно чешусь мне как там будет больше нет не так хорошо вы отлетели так рикошетом от темы почем жилье здесь где я живу можно ориентируемся на студию или он бедрум зал 1400 1300 1500 долларов в месяц студия моменты или студия не одинаково как интересно слушайте это не так дешево да а я вам подождите а вот в тампе стойте стойте но совсем новенькая это вот прямо с иголочки или такое уже там заезженная раз я говорю сейчас про хорошие районы и хорошие хорошо так я сейчас живу например в только-только построенных апартаментах не только-только а вы можете на стеночку какую-нибудь картиночку повесить а я в процессе хорошо так то есть у вас нет нет желания что-то прикупить то есть вы не чувствуете себя чтобы там надолго или что там да я не знаю насколько здесь буду потому что мы еще все никто не знает когда мы будем возвращаться в офис первое второе я не знаю в какой офис я поеду даже если мы вернемся это может быть коннектикут это может быть сан-франциско это может быть техас это очень много мест ну а у вас есть вот так куда бы вы хотели вот так поехать пожить там годик нет я не знаю то есть вам нравится на пляже я люблю наверное пробовать новые места очень хорошая возможность сегодня работают колено пожить в разных штатах мне еще удалось где-то два месяца пожить в аризоне знаете что вот вы как продукт нашего кампуса то есть вы приехали из сан-диего прилетели я помню как я вас в аэропорту встречал сам гоня что маша не прилетела знаете сразу оттуда она жила уже в сан-диего с мужем работал он там училась туда занесло я не знаю она уже жила в сан-диего и когда я и говорю хочу тебе это чтобы я тебя встречал она горит я горит вот сколько лет жила горит все хотела нажать кнопку иммигрантовоза это святое значит мы поехали встречать вот вы как продукт нашего кампуса вы не учились онлайн да то есть вы могли просто в онлайне поучиться вы учились на кампусе и мне сейчас вот некоторые люди задают вопросы и я пытаюсь как могу ответить она говорит какой смысл идти на кампус если там дороже если можно пойти в онлайн и там дешевле вот вы как продукт кампуса почему надо идти на кампус начнем с того что это правда дороже и не все себе могут позволить и это нужно отрываться от семьи многие бросают а сейчас все удаленно можно да с другой стороны а вот эта энергетика и обстановка на кампусе это совершенно другое например а у меня очень много друзей появилось вот именно благодаря кампусу очень много ребят классных я встретила в группе мы до сих пор все общаемся и летаем друг другу гости и это очень трогательно стоит и это совершенно другие отношения более крепкие мне кажется хорошо но кроме вот там тусовки что-то еще там есть сама сама энергетика обучения лично мне нравится больше когда я нахожусь в классе с кем-то вот когда могу обсудить когда могу послушать я не очень люблю онлайн обучение я не легче учиться вот именно когда вижу учителя и когда вижу другая энергетика я я со своей стороны хочу сказать что тот момент когда кампус был кампусом таким как бы с физическим присутствием там вообще студенты сидели с утра до ночи они я не помню там про вас конкретно но допустим приехали вы из сан-диага делать вам все равно ничего ну кроме уроков ну и сиди себе в классе там до 11 нет вы не сидели 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 поэтому как бы много сейчас в онлайне конечно немножко это получается как такой поцелуй без любви в онлайне учиться но 15 числу нам обещали вот осталось две недели через две недели мы запускаем наконец уже возвращаемся физическая классная комната да я даже не знаю сколько времени займет ее заполнить понимаешь то есть вот допустим сейчас идут классы и там половина местных а половина откуда хочется мы из флориды из бостона из нью-йорка там из чикаго это вообще такой кампус уже стал онлайном вот и те которые местные и не боятся и прибитые значит те потому что может придет пять человек или шесть но тут но все равно это уже как-то помещение там и офис есть и люди вокруг и там пять человек может сидят а еще три пришли послушать наш то есть какое-то такое как 10 энергия совершенно другая да я тоже не люблю онлайн учиться я как-то такой более традиционный я может молодым проще онлайн я не знаю ну вот я и поехала на кампус потому что я знала что я точно это доведу до конца потому что я попалась учиться много много курсов брала не папе и других я никак не могла до конца довести мне нужен мне нужен вот потом группа меня тоже самое хорошо с точки зрения вот все-таки значит вы общаетесь с большим количеством людей класс у вас там целый и так далее вот пандемия ударила по рынку или в целом в общем так как бы сказать он был скорее жив чем мертв пациент наш я видел людей которые меняли работу на большие деньги во время пандемии то есть как бы вот я пытаюсь просто с вашей перспективы как человека совсем такого еще в начале пути но дело в том что я не была на рынке не вообще не были ни разу один раз вас софия отдала в компанию другой раз у вас марина прибрала да но я общаюсь и которые были на рынке сейчас вот были на рынке и нашли работу я знаю точно что рынок немножечко просел меньше было вакансии когда только-только пандемия началась да летом было медленно да не знал куда смотреть что делать но сейчас какой-то бешеный рынок я не знаю что происходит но когда я приехала в тампу я не меняла свой профиль в linkedin совсем то есть как вот у меня вот в аризоне в диего вот он такой же остался я приехала сюда и через два месяца мне просто стали писать рекрутеры и станка приглашая на собеседование созвониться я не открывала свой профиль что это открыто для работы ну вот они сами меня писать и потом вы знаете что есть люди которые говорят что надо периодически там раз полгодика сходить к на интервью не потому что хочется работу менять а просто чтобы чувствовать что ты в форме потому что если долго не ходить на интервью и долго тебе не говорят что ты хорошие что там туда-сюда чек начинает уже сомневаться вдруг если я пойду а если случись так что я пойду а кому я уже нужен а я уже того она уже как-то начинает такой мандраж легкий я знаю одну девушку она железно она работала в компании там лет десять и там у нее было очень много акций если компания вышла бы когда-нибудь паблик чего не произошло то она сразу стал какие-то очень очень богатым человеком и она сидела сидела но каждые полгода ходила на интервью и так вот в общем и всем отказывал динамо очень это что-то очень правильный подход ты сам держишь свои знания в хорошей форме а ты знаешь сколько ты стоишь и ты не боишься потерять работу потому что мы не можем это от нас не зависит иногда это может очень неожиданно и ты всегда готов тебе всегда есть резюме у тебя всегда есть ли ты и ты готов к собеседованию это очень а у вас а у вас еще есть я с пропеллером для ускорения хорошо слушайте чего вас там делается пандемически вообще открыто без ограничений а я разговаривала с местными они говорили что вот когда на пандемии началась где-то на два месяца три было все закрыто а потом все открыли даже в апартаментах бассейны все было открыто все открыто все кофейни рестораны и студии ну то есть как нормальная жизнь например вчера заходила магазин уже даже люди были без масок слушайте а у вас вот там круизные лайнеры стартуют я знаю станку тоже бывает уходит лайнеры сейчас нет не знаю понял ну а в масках люди ходят или вы там выйдешь маски тебе бах по морде нет без масок ходят вот магазине вчера видела даже без масок люди ходят и никто не делает замечаний так а в масках тоже бывает но в масках большинство но вот я смотрю что уже идет идет послабление в магазине маска по улице ходят маски нет нет вот не только на велосипеде едете в маске нет нет такого нет на пляже на пляже нет нет конечно нет а есть такое вот идешь такая без маски вся их те подходят и девушка можно познакомиться такой знаете здесь в америке как-то по-другому все как-то более открытые в этом плане и комплименты делают на улице здесь в америке не комплименты только почему-то девушки делают ботиночки затравили мужиков они боятся скажешь там что-нибудь и сразу харассом хорошо главное довели довели мужиков скоро вообще только вот за счет иммиграции будем жить внутри переста прекратим размножаться от страху ладно значит что-нибудь такое ну поделиться вот я бы сказал даже не столько из прошлого сколько на будущее с теми кто сейчас думает хорошее ли время сейчас там менять работу хорошее ли время там идти учиться хорошее ли время ну я не знаю вот пора уже жить или или надо еще что-то пересидеть как вот никогда не нужно пересидеть чем раньше тем лучше опыт же будет раньше но я так хочу сказать что я общаюсь с многими ребятами из группы и нашли сразу работу а кто-то нашел спустя полгода есть такие кто искали полгода не прекращая работу но они в конце концов нашли как так возможно полгода кто-то прекращал вообще искать залой это наверное не мое а потом я потеряли веру в свои силы потому что никогда не работали в этой сфере но спустя год они все равно вернулись и нашли работу сейчас очень хороший рынок мне кажется самый лучший у меня сейчас пареньок есть я только что с ним переписывался он ведь включить меня в группы на ты кто он бы то ягод у вас учился пять лет назад но я тогда работ не искал а вот сейчас я подумал что надо будет там сколько будет стоить а вы чё заплачено давай вы даже доводить до конца вот а он это у меня уже резюме готова он ведь я хочу параллельно еще работу искать на штук у него нет ощущения что ему учиться надо у него ощущение полирнуть а так он уже готов и на рынок отлично идеал идеалов вот когда человек идет значит и искать работы и параллельно подучивается самое лучшее сочетание не учится чтобы учиться у него уже есть цель и он использовал достигнуть своей цели это какая ваша следующая цель но вот вы там начали сейчас вы освоите освоите там на пайтоне да на чем вы там фигачьте автоматизацию дальше что хочу быть топ своей карьере очень хочется продвинуться до софт выдавала принтест ждите да хочется на самую-самую высокую позицию хорошо вот чтобы вы считали по деньгам таким что вот если вот сейчас вам дали тебе будет сказать что больше уже не надо вот что это за деньги такие да вы что всегда больше на на текущий момент на текущий ну хорошо допустим вот тысяч 120 большие деньги или это надо это очень хорошие деньги это очень это большие деньги я вижу что сегодня такая ситуация что эти деньги готовы платить а тогда знаешь что ты находишься не в калифорнии то есть раньше какой был рынок в тампе все ходят в офисы и рынок зарплаты такие же как по тампе то есть обычно это было там 70 80 тысяч мне кажется что-то такое так дальше посчиталось высоко а сейчас я могу ошибаться мне так кажется а сейчас я когда просто я была на рынке какое-то время я общалась рекрутерами они написали я созванивалась и они предлагали 130 тысяч 120 тысяч рекрутер уже не местные они уже откуда местная тоже и других штатов то есть получается что вот эта удаленность она фактически калифорнийские цены стала продвигать туда где в общем-то казалось бы жизнь дешевле все то есть ну чё это удобно удобно хорошо когда людей не хватает так уже и будешь с полками жить по волчь и выть так получается так хорошо значит в девелоперы а вы не боитесь что в девелоперы там мозги высушишь там так вот девочек симпатичная все атаку я уже была там я же работала девелопером несколько лет на чем девелопер на си шарп я делала бэкэнт и фронт-эн тоже ты смотри да а чё вы не стали сразу тут си шарпа пошли в тестирование я не хочу потому что я объясню почему но очень многие хотят девелопмент но автоматизация конечно меньше не нужно не так быстро не меняются так быстро технологии первое второе нет таких глубоких знаний программирования не нужно столько легче интервью четвертое ты не соревнуешься с людьми со стэнфорда и так далее очень особенно молодые студенты пятое так как меняется не так быстро индустрия технологии когда не нужно тратить столько времени на обучение дома вечером я это время потрачу на что-нибудь другое четвертое дальше пятое зарплаты девелопера и автоматизатора примерно но они отличаются но не настолько заранее драматично но не так но разница в ответственности в стрессе том сколько нужно делать огромное да в общем то я хочу сказать что человек более менее такой технический может на автоматизатора там за три месяца легко подучить то есть если которые на программиста могут за три-четыре месяца хотя это очень сложно но конечно ступенька намного более круглых высокая там чтобы заскочить туда правда не так комфортнее и имеет идеально тем более перейти с девелопмента то есть нет нет не так проще вообще девчонкам проще быть тестировщица то может выйти замуж за тестировщика можно программиста а если ты уже программист то получается за тестировщика замуж как бы ты получается теряешь себя так уж я написала ты его поломал у нас было там тут компания одна и там программист все были из индии а сейчас нет ниточку программисты я сейчас пытаюсь детали спать языком случае до села там пошли русские тестировщики брали их из школы и индус стали выяснять а что что происходит темп это вот есть там школа и тогда к нам пошел поток девочек вот жены вот тех программистов из индии вот и как-то так вот она эти ниша стала заполняться так вот большим количеством ну что же я думал бы может быть такое сакраментальная нам скажут вы в америке это же как вам в америке нравится очень нравится а что у нас тут поляризация у нас тут я даже не знаю что ну все плохо почему-то послушаешь там чарка все плохо у нас да хорошо плохо все плохо но так нормально домой не тянет нет вы знаете во первых вторых ситуация беларуси не очень стабильная да и не очень хочется туда пока ехать а можно запускают туда-сюда вот знает вот трудно ответить ну что с каждым днем что то новое происходит и все больше и больше ограничений ну вы пока там на пляж ходите у вас там весело вы знаете что можете вы можете потом в боями переехать там тоже с работы и хорошо офисы прямо на на воде что там что санкт-петербург они оба смотрят на воду а место туристическое туристов много или все в основном свои туристическое очень много туристов то есть даунтаун тут даунтаун там там просто много туристов гостиницы очень много очень много и не только даунтаун вот где я сейчас нахожусь это larga clear water здесь пляжи это вся линия береговая это все в пляжах очень очень много туристов вообще там по считается менее краудит меньше толпы да то есть сравнивают тампу и майами как лос-анджелес допустим и сан-диего то есть майами он более будет плотный здесь более комфортно здесь очень много заливов тут очень много мостов очень красивый народ симпатичный всем доброжелательный то есть не то чтобы вот с акцентом услышит и говорит там по наехали нет нет вы знаете у нас на парковке столько сейчас все едут с разных штатов сюда много новых номеров и с разных штатов видно что на машинах едут да я недавно с девушкой познакомилась она спрашивала меня про вот эти апартаменты как мне где живется она сомневалась и она с бостона приезжает сюда но она просто как бы укрывается во время или совсем уже все она получила работу а еще встретила мужчину он из нью-йорка здесь на коридоре и он говорит что он сам из нью-йорка у него там бизнес и он живет здесь уже но катается туда на пару недель нью-йорка здесь же нет налогов на машине катается я не знаю я имею ввиду что он то там то здесь но он я думаю что он резидентство здесь сделал а каких налогов нет у вас нету налога на доход также как в техасе это значит что у вас должен быть высокий налог на недвижимость я и пока не на эту руку не положили знач на ту должны положить как же с него что с пустыми руками сходить к самый высокий там что налог на недвижимость довольно высокие да там два с половиной 2 и 8 да конечно там где одного налога нет там другой побольше просто перераспределение происходит между теми у кого больше денег меньше денег там кто больше платит но в принципе деньги надо собрать в принципе вы все равно должны эти деньги заплатить там скажем за аренду квартиры потому что тот кто держит ваш дом если он платит больше налога на недвижимость соответственно даже с вас взять или других источников нет да но здесь пока что мне дешевле чем сан-диего ну конечно конечно налога нет ни сан-диего там миллион езда население меньше и честно и бог с ними пусть пусть живут там хорошо ладно маша рад вас видеть так потому что люди спрашивают где наша маша здесь ангел ну хорошо друзья есть тусовка есть на месте с кем вы на пляж находите что я оторвана от тусовки друзья кто там в тампе санкт-петербурге но в смысле нашим флоридском вот как вас найти то видео можно найти кстати есть в инстаграме у вас у меня вы мне вы мне знаете что вы меня скиньте в чате так а я а я вставлю как вас искать туда бух и они будут знать как вас найти грех не найти машу если она уже вот есть и такая симпатичная хорошая позитивная тем более из минска где неспокойно вот а я вам скину потому что вас чат выключен сейчас это не проблема вы мне можете в skype скинуть в чат да хорошо ладно машинка мы не пропадаем так сиба и очень рады взаимно докладываем продвижение в жизни вас еще впереди много чего вы еще маленькая совсем вот вам еще жить и жить работать и работать пока вы еще на пенсию выйти ну да хорошо все солнышко счастлива со школой открытием школы ну возвращением как бы да все я смотрю это в зуме я не очень привычный думаю как его тут останавливать то вот у нас тут стоп по поводу стоп окей все маша я нажимаю заветную кнопку и мы с вами расстаемся но не только рекординг нет сюда не очень стоп